Сигналы светофора и регулировщика В светофорах применяются сигналы зеленого, желтого, красного и белолунного цвета В зависимости от своего назначения сигналы светофора могут быть различны по своей форме Это могут быть круглые сигналы, в виде стрелок, в виде силуэта пешехода или велосипедиста, икс-образные Давайте рассмотрим значение круглых сигналов светофора Зеленый сигнал движение разрешает Вы можете спокойно следовать в нужном вам направлении Но помните, что будете обязаны уступить дорогу участникам, завершающим движение Например, пешеходу, который не успел дойти до тротуара Зеленый мигающий сигнал движение разрешает и информирует вас, что вскоре будет включен запрещающий сигнал Зеленый сигнал мигает три раза до переключения Желтый сигнал движение запрещает и информирует о смене сигнала Если желтый сигнал включился после зеленого, а вы оказались уже перед светофором И навряд ли сможете остановиться, не прибегая к экстренному торможению То вам позволяется проехать в нужном вам направлении А вот если желтый сигнал был включен после красного, то движение строго запрещено Желтый мигающий сигнал информирует о наличии нерегулируемого участка дороги и движение разрешает Светофор, работающий в таком режиме, можно встретить в основном ночью При этом пешеходный переход становится нерегулируемым, а приоритет на нем у пешеходов Проезд через такой перекресток также осуществляется по правилам нерегулируемого перекрестка То есть водителю придется учитывать знаки приоритета или в равном положении разъезжаться по правилу правой руки Красный сигнал движение запрещает, в том числе и мигающий красный сигнал Такой, как на железнодорожных переездах Также запрещает движение сочетание красного и желтого сигнала Такая комбинация информирует о включении зеленого сигнала Если сигналы светофора выглядят в виде стрелок красного, желтого и зеленого цвета Это значит, что те же самые значения действуют только на указанные направления Например, если на всех трех секциях светофора будет изображена стрелка прямо Это значит, что двигаться можно будет только прямо при включении разрешающего сигнала И стрелки на красной и желтой секциях просто предупреждают водителя об этом Также стрелки можно увидеть на зеленых сигналах светофора с дополнительными секциями Таким образом, каждая секция будет отвечать за конкретные направления Например, на таких светофорах часто можно встретить сочетание красного сигнала с зеленой дополнительной секцией Это значит, повернуть направо можно, но не создавая помех основному транспорту, идущему с другой стороны на зеленый сигнал Водители всегда должны помнить, что сигналы светофора отменяют действие знаков приоритета Если сигнал светофора выполнен в виде силуэта пешехода или велосипедиста, то действие данного светофора распространяется соответственно на пешеходов и велосипедистов Для регулирования движений транспортных средств по полосам проезжей части используются реверсивные светофоры с зеленой стрелкой и красным крестом Иногда такие светофоры дополняются стрелкой желтого цвета Запомните, что при красном сигнале реверсивного светофора или же когда все сигналы светофора выключены Движение по полосе, над которой висит этот светофор, запрещено На ней разрешается находиться только при горящей зеленой стрелке Если вы двигались по полосе, над которой висел реверсивный светофор с включенным зеленым сигналом и светофор внезапно выключился, вам необходимо немедленно перестроиться на полосу правее Для регулирования движений трамваев и других маршрутных средств, которые движутся по специально выделенной для них полосе используется Т-образный светофор с четырьмя белолунными секциями Движение таким транспортным средством разрешено только при включении нижней белолунной секции в сочетании с какими-либо из верхних Например, если на светофоре загорелись нижняя совместно со средней секцией то данным маршрутным транспортным средством разрешается движение только прямо Если совместно с правой, то направо А совместно с левой, налево А вот если нижняя секция выключена, то движение им запрещено В случае, когда светофор совсем выключен то маршрутные транспортные средства должны ориентироваться на основной светофор А на железнодорожных переездах можно встретить светофор с попеременно мигающими красными секциями которые запрещают движение транспортных средств через переезд и мигающей белолунной секции, разрешающей движение Главнее светофора считается регулировщик который отменяет как сигналы светофора, так и, соответственно, действия знаков приоритета У регулировщика всего три основных сигнала Это рука поднята вверх Рука вытянута вперед Руки вытянуты в стороны Кстати, заменой последнего сигнала служат руки, опущенные вниз Если регулировщик поднимает руку вверх, то движение запрещается Другое дело, если он, например, поднял руку после того, как вы выехали на перекресток В данном случае вам позволяется продолжить движение в нужном вам направлении Если регулировщик развел руки в стороны или просто стоит с опущенными руками то со стороны лица или спины движение запрещено А вот со стороны правого или левого бока можно двигаться прямо или направо уступая дорогу пешеходам, которые также могут переходить проезжую часть со стороны правого или левого бока Если регулировщик вытянул правую руку вперед помните, что движение запрещено со спины и со стороны правого бока Со стороны груди разрешается поворачивать только направо А со стороны левого бока можно двигаться во всех направлениях А пешеходам разрешается переходить проезжую часть за спиной регулировщика. Трамваи могут двигаться по принципу «из рукава в рукав». Например, если регулировщик стоит к трамваю боком, с вытянутыми в разные стороны руками, то трамвай может двигаться только в прямом направлении. А если трамвай подъехал со стороны груди регулировщика, когда тот вытянул руку вперед, то трамвай может повернуть направо. Для привлечения внимания участников движения регулировщик может подавать дополнительный сигнал свистком. Если регулировщик требует, чтобы вы остановились, вы обязаны это сделать. Данное требование подается жестом руки, направленной на вашу машину или с помощью громкоговорящей связи. Водитель должен остановиться в указанном ему месте.